Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр и это канал Академии Счастья. Поговорим сегодня о закаливании, зачем оно нужно и как его можно использовать в оплатах для здоровья человека. На самом деле, что называют закаливанием? По сути, это процедуры, которые повышают иммунную систему человека. То есть, это и оплевание холодной водой, и хождение в холодную погоду, в легкой одежде, то есть, не кутание, а наоборот, чтобы тело могло свободно двигаться. То есть, это процесс, который позволяет человеку привыкнуть к неприятным каким-то вещам, но чаще всего это к холодной температуре. То есть, почему это так происходит? Потому что часто человек, когда наступает осень, температура понижается, человек телом начинает как-то страдать, болеть. Вот я и сам с этим очень часто сталкивался, потому что что происходило? Когда выходишь на улицу, происходит процесс такой, как прозябание, как замерзание. Особенно это касается кончиков пальцев рук и ног, потому что они в первую очередь начинают промерзать. И потом, таким образом, все тело начинает мерзнуть и становится как-то неприятно, плохо, как-то такое чувствуешь, хочется поскорее в тепло. Как я с этим справляюсь, расскажу. Самый важный момент, это опять же такие внутренние состояния. То есть, когда выходишь на улицу, то есть, создать в себе такой, как бы, положительный настрой и как бы внутреннее тепло. Да, то есть, как прогреть себя изнутри. Этой практикой занимаются йоги, например, да, то есть, они могут, ну, так прогреть свое тело, что даже в холодную погоду они могут находиться голыми, да, то есть, и не будет им холодно. То есть, это внутренний прогрев. Конечно, мы сразу, возможно, не сможем, как йоги, да, так сделать, но, по крайней мере, мы можем наполнить свое тело вот этой энергией тепла и дать ему возможность, как бы, нагреть, прогреть тело изнутри. То есть, это поможет нам чувствовать вот это внутреннее тепло и, соответственно, холод будет уходить. Второй момент, это опять же процедуры, да, то есть, то, что можно начать, например, с холодного контрастного душа, да, то есть, то, что холодное, горячее, холодное, горячее, да, то есть, ну, вот таким образом, чтобы тело привыкло. Второй момент, контрастный процедур, который я применяю, это банька и окунание в холодном водоеме. То есть, ну, я купаюсь в море, а можно купаться в холодном бассейне или там озере, ну, то есть, в том месте, где есть водоем, да, то есть, чтобы был контраст. То есть, холодное, горячее, холодное, горячее, так можно повторять много раз, чтобы тело привыкло, да, к вот этим вот перепадам температуры, чтобы оно свыклось, что может себя чувствовать хорошо и в горячем помещении, и в холодном. Также, какой еще момент, можно просто ежедневно, да, то есть, вот даже когда от лета идет переход к осени, купаться в открытом водоеме, да, то есть, сделали пробежечку, немножко разогрели тело и потом в водоем, да, то есть, это может быть море, озеро, река, любое место, где можно окунуться. Ну, конечно же, это должно быть постепенно, опять же, да, то есть, не стоит там сразу, может быть, как бы, ну, вот, важен постепенный подход. Почему я сказал, что с лета, да, начинается лучше, потому что температура постепенно воды падает и тело привыкает к этой температуре. И также вот этот постепенный подход важен во всем, не только в закаливании, да, постепенный подход в беге, там, в обучении чему-то, да, потому что если вы сразу хотите взять большой рубеж, то это может не получиться, и вы почувствуете разочарование, какое-то такое чувство, что вы не смогли получить желаемое. А когда вы будете постепенно подходить, то вы сможете шаг за шагом получать все больше и больше, и у вас состояние будет такое, что вы, ну, как бы, будете получать вот эти маленькие победы, да, которые приведут в итоге к большой победе. Также вот как и закаливание, то, что я сказал сначала, оно приводит к тому, что иммунная система постепенно привыкает к тому, что холод это вполне нормально, и она повышает свою сопротивляемость, то есть тело перестает просто, ну, скажем, реагировать на вот эти холодные температуры и болеть, то есть отвечать какой-то болезненной реакции. И вы увидите, что проходят вот эти вот, ну, скажем, то, что называют простудами, насморк, да, то есть вот те вещи, которые мешают человеку, ну, просто хорошо жить, и, соответственно, состояние его улучшается. То есть, и опять же таки, тут важно еще несколько компонентов, которые тоже, конечно, помогут в увеличении иммунной системы, улучшении ее действия. Это, опять же, питание, то есть питание фруктами свежими, овощами, зеленью, орехами, семенами, то есть то, что живое, то, что можно вот просто взять и съесть без варки, без жарки, это повышает насыщение тела витаминами, минералами и повышает действие иммунной системы. И опять же, очищение организма, то есть это очищение кишечника с помощью различных травяных сборов, травяных чаев, касторового масла, вот, то есть, главное, чтобы кишечник, работал легко, без каких-либо сложностей. И то, что я уже говорил, это банька, сауна, то есть, чтобы тело выпотевало, токсины, которые мы получаем, ну, можно сказать, ежедневно, да, они приходят к нам и с воздухом, и с водой, и с пищей, да, и какими-то другими способами. Вот можно давать им возможность очищаться, то есть, чтобы тело очищалось, и вы могли чувствовать, что оно у вас чистое, чтобы вы, ну, скажем так, можете легко действовать, и тело не мешает вам, а наоборот, оно насыщено этой энергией. Вот, то есть, мы это все делаем для того, чтобы тело было чистым, насыщенным энергией и помогало вам в жизни, чтобы оно у вас не тяготило болезнями. И, конечно же, немаловажная вещь, о которой я всегда говорю, это очищение ума и сознания. То есть, с помощью практики медитации, процессинга, самое важное, это настроиться на правильное состояние и делать это ежедневно. То есть, то вот практики, которые я даю в каждом моем видео, это можно делать ежедневно и самостоятельно. Точно так же, как с закаливанием, вы можете это делать самостоятельно, выйти на пробежку, там, искупаться в каком-то водоеме, да, то есть, обтереться полотенцем, то есть, почувствовать прилив бодрости, прилив сил. И это даст вам возможность улучшать свое физическое состояние. Точно так же, если вы будете ежедневно уделять один час медитации, процессингу, то есть, повышать свой духовный потенциал, это тоже очень гармонично повлияет на вас, и вы увидите результаты. И можете вести дневник, где записывать будете, что с вами происходит. Это поможет вам тоже, ну, как бы делать такой отчет, да, где вы будете понимать, что произошло с вами. И потом, при необходимости, можно это посмотреть, перечитать и понять, какие изменения с вами происходили. Сейчас можем сделать, опять же, короткую практику медитации. Сядьте, закройте глаза, почувствуйте пространство, себя почувствуйте в этом пространстве. Ощутите ваше тело в этом пространстве. И посмотрите, вот, в вашем пространстве теле, есть ли что-то, что вас беспокоит или отвлекает, то, что мешает вам. Это может быть все, что угодно. Не стоит там, как бы, как-то классифицировать это. И когда вы это почувствовали, сделайте глубокий вдох и выдох. Поставьте руку на грудную точку, то есть, два или три пальца, вот там, где солнечное сплетение, и сделайте обычную уже практику принятия. Например, нежелательное ощущение, это там, боль в горле, да. Несмотря на то, что я чувствую боль в горле, я принимаю и люблю себя, свое тело и свою личность, и эту боль в горле. И почувствуйте, как наступает принятие. Вот, то есть, вы могли, ну, например, когда боль в горле, хочется ее, как бы, отдалиться от нее, отвернуть. А тут практика принятия, наоборот, принимаю. Принимаю это не значит, что пусть боль в горле болит, и, как бы, она пусть остается. Тут принятие наступает в том, что я не сопротивляюсь этому, а, наоборот, иду туда и, как бы, помогаю этому соприкоснуться со мной, то есть, чтобы произошла интеграция. И вы сами увидите, как боль в горле уходит. То есть, это происходит с любым неприятным, негативным ощущением. Если что-то не получается, если, например, не проходит длительно какое-то состояние, то вы можете написать мне, контакты мои указаны будут под этим видео, и мы сделаем бесплатную консультацию, где я расскажу подробнее, как можно уладить именно ваше состояние. И мы сделаем потом сессию процессинга, где проведем улаживание и выправим ваше состояние. Вот, поэтому, друзья, добавляйтесь в соцсети, там контакты мои указаны, в любой удобной соцсети. Быстрее всего я отвечаю в Viber, и оно можно писать мне в Telegram, WhatsApp, Facebook, VK, ВКонтакте, то есть, где вам удобно. И, конечно же, если это видео вам полезно, понравилось, поставьте отметку вверх, палец вверх, это нравится. Колокольчик включите для напоминания о новых видео, которые выходят у меня на канале ежедневно. И подпишитесь на канал, если вы еще не являетесь подписчиком, и поделитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях, я думаю, им будет это тоже интересно. Если захотите как-то поддержать канал, то все реквизиты указаны под этим видео, и также мои книги «Миры вечного познания» и «Полное исцеление». Вы можете их тоже скачать по ссылкам в описании. Вот, я вам желаю счастья, осознанности, любви, и до скорой встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok